Друзья мои, пятиклассники, для вас сегодня разбираем ВПР. Это номер 3. А что мы сначала будем делать? Давайте сначала минус. Это будет первое действие. А плюс будет вторым действием. Давайте выписывать первое действие. Я предлагаю сразу делать столбиком, ребят. Давайте вычитать. В столбике вы помните, что самое главное – это поставить запятую под запятой, если у вас минус или плюс. Если умножение и деление, то там по-другому. А если минус или плюс, обязательно заимки ставьте, строго запятую под запятой. Ну, и напишем 0 и напишем 5. Вопросик у вас возник, а тут пустота. Вместо пустоты 0 подставим. Нам ничего это не мешает. Ну, начинаем вычислять. Из 0,5 мы не можем вычесть, поэтому занимаем единичку. Из 10,5, пожалуйста, 5. Из 0,0 будет, конечно, 0. Запятую ставим. Дальше, друзья, из 0,7 не можем вычитать, единичку занимаем. Из 10,7, конечно, 3. А здесь 0 остался. Значит, здесь ничего не напишем, 0 писать не обязательно. Вот такое число получилось. Да, друзья, пожалуйста, учителю очень приятно будет, если вы подпишетесь на канал и будете помогать продвижению и развитию моего канала. Мне очень приятно это будет. Затем второе действие. Берем то, что получилось в первом. Это 3,5, друзья мои, сотых. И прибавляем 0,3. Пишем. Помним, что запятая строго под запятой. Целая под целым, потом запятая, а потом 3. Видите, здесь пустота. А давайте опять нолик подставим. Нам можно такое делать. Ну, складываем, Зеньки. 5 плюс 0 – 5. 0 плюс 3 – 3. 3 плюс 0 – 3. Все, ребят, мы сделали пример. Переносим ответ вот сюда. Все. Ребятушки, какие трудные темы, обязательно пишите мне. Все вам помогу, все расскажу, все выложу, все видео. Удачи вам на контрольных экзаменах и ни пуха ни пера. Субтитры сделал DimaTorzok